Ну что, ребят, приветствуем! Да-да-да, всем привет! Знаете, сейчас покажу мечту. Ну, знаете, если сказать, что 15% об этом мечтает, это будет враньё. Об этом мечтает 90% тех людей, которые ко мне обращаются. Реально цель одна и та же. Обычно все говорят, Макс, нам бы парочку квартир, в одной квартире мы бы жили, в другую квартиру мы бы сдавали и так далее. Вот всегда вот, и при этом всем хочется, чтобы как-то всё близко, недалеко и так далее. Давайте покажу классную квартиру. Мы находимся с вами в жилом комплексе Caravella, Португалия. И давайте я покажу квартиру 90 квадратных метров. Вот так вот сделали у нас такой коридорчик, в общем. И давайте с вами зайдём вовнутрь. Что мы здесь с вами по факту видим? Вот здесь у нас санузел имеется. Как видите, всё приготовлено под сдачу. И да-да, эта квартира сдавалась. И такая квартира сдавалась, вот такая студия, за 5 тысяч в сутки. 5 тысяч в сутки, такие весёлые прибаутки. Это вот знаете, многие хотят, говорят, Макс, подбери нам что-нибудь такое, чтобы мы в одной квартире жили, а другую мы сдавали, и она приносила нам определённый доход. Само собой, про 5 тысяч в сутки, это, конечно же, не про круглый год. Но летние месяца, как мне сказала девочка, которая этим занимается, отработала на ура. А так такую студию здесь можно сдать за 30 тысяч рублей в месяц. Ну, 30-ку. 30 тысяч можно сдать и всё. Но лучше, конечно же, здесь посудочно. Что по факту мы с вами имеем? Мы с вами имеем даже вид на море. Представляете себе, вид на море имеется. И, конечно же, здесь у нас в том числе имеется и балкон. Знаете, бесплатный вход через балкон, но часто полный, рискован. И что мы с вами видим? Мы с вами видим квартиру, которую вот так вот разделили. Я считаю, это правильно сделали. И действительно получилось очень даже круто. Вот, да, у нас парковка. Вот, скажите, красивый джипчик выезжает. И вот она у нас тоже в море есть. Ну, круто, круто, круто. Это жилой комнат из Каравала, Португалия. Ну, и, конечно же, конечно же, если эту часть брать под сдачу. Хотя сдавались здесь две части. Поэтому можете спокойно рассматривать, как вариант просто для бизнеса. Например, жить в жилом комплексе Босфор и так далее. И это сдавать. Опять же, да, самый большой плюс данной квартиры заключается в том, что у неё хорошая планировка. У неё 92 квадратных метра. Это высокий этаж. Это, несомненно, большой и огромнейший плюс. Ну, давайте посмотрим. К примеру, знаете, моей маме бы понравилось. Вот здесь она, к примеру, живёт, а эту сдаёт. Знаете, как жандарм. Жандармерия рулит. А вот здесь у нас основная квартира. Ну, хотя она тоже у нас сдаётся. Соответственно, что мы здесь с вами видим? Мы видим с вами такой вот санузел. И знаете, вот сейчас мне с больной ногой, вот я вам серьёзно говорю, вот такой вот вариант, вот такой мне самый лучший. Я через ванну сейчас переступаю, у меня такая боль адская, вы даже представить не можете. Ну, если вдруг, в крайнем случае, можно, конечно же, всё поменять, обновить, сделать всё немножко по-другому. Ну, в целом, хорошо, миленько и комфортно. Теперь, что касается кухни. Вот она и есть кухня, тоже, в принципе, довольно-таки неплохая. И самое интересное во всём этом, это, конечно же, кухня, которая имеет также свой балкон. Мелочь, как говорится, но приятно. Давайте попробуем тоже выйти. Вот, видите, у нас даже есть и там со своими террасами. И вот здесь мы уже сможем посмотреть. Здесь у нас море, здесь у нас детская площадка, игровая площадка, зона воркаута, можно поиграть в теннис. В принципе, здесь всё, что нужно есть. Кстати, на территории даже есть бассейн. Слушай, ну, территория такая интересная, да, вот эта, которая закрытая для своих. Круто же, круто. Да и снаружи дома выглядят вполне себе достойно. Последние корпуса у нас сейчас доделаются. В целом, неплохо. Скажу честно, блин, я даже не ожидал, что мне здесь понравится. Я когда сейчас ехал, знаете, как бы пообщался с собственником и говорю, да кому за эти деньги нужна квартира, да боже упаси. А вот сейчас приехал, посмотрел, прям вариант идеальнейший. Во всяком случае, что-то такое у меня в голове мысль была. Взять что-то такое подобное, вот примерно такое подобное, да, вот, и сделать так, что если вдруг, например, приехала дочка, да, у неё раз она вот здесь, и смогла бы, например, остановиться. Я вот сейчас не вру ничего, говорю, как есть. Я как-то снимал Atlantis и говорил про те же самые бредовые идеи. То же самое было. И, например, вот здесь, да, отдельный у нас получается горшок, и здесь ещё одна есть спальня. Вот, идеальный вариант. Вот по мне так идеальный вариант. Единственное, что бы я себе сделал бы, если бы я покупал бы, я бы, наверное, всё-таки убрал бы эту стену, сделал бы кухню-гостиную совмещенную, вот именно кухню-гостиную, прям побольше бы сделал. Вот видите, поэтому черновые, конечно, варианты лучше покупать. И вот это оставило бы спальню. А, например, если вдруг потом в последующем приспичило, да, что-нибудь такое это интересное, уже мог бы взять просто для интереса, и в конце концов мог бы взять и эти же варианты объединить. Здесь, кстати, ещё один балкончик есть, тоже большой и огромнейший плюс. До моря тут метров сто, не больше. Ну и в целом вот так вот получилось всё хорошо, прекрасно и замечательно. Ну реально хорошо получилось. Здесь даже разговоров не может быть. Последний корпус застроится, совсем будет красота и тишина. Ну и в целом вот такие 92 квадратных метра. Вот так вот распланировали. На вопрос, нормально распланировали или ненормально, я считаю, что всё сделано по уму. Я считаю, что всё сделано по уму. Единственное, что для себя бы я сделал немножко по-другому. Я бы в эту стену всё-таки я её снес бы, к сожалению, Финя, сделал бы большую кухню-гостиную. Да, тем более можно снести. И оставил бы всё-таки вариант. Вот она спальня, вот такая спальня. Больше она и не нужна по большому счёту. Из спальни бы я сделал бы свой санузел. Здесь бы тоже сделал санузел. Нет, кстати, хорошая квартира получилась. Прям даже и разговоров не может быть. Прям добротно всё получилось. Да, кстати, стоит она недорого. Данная квартира в 92, ну, кажется, 93 квадратных метра. Вот они черновые идут, 93 квадратных метра. Она стоит, эта квартира всего лишь, вот с ремонтом техники и с мебелью, разделено на две. Ну, по документам это одна квартира. Стоит данная квартира всего лишь 38 миллионов. Когда я ехал сюда, я сказал, что дорого. Ну, серьёзно, я приехал, говорю, блин, дорого, ребята, вы меня извините. Потом узнал, сколько есть коммунальные платежи. Коммунальные платежи меня, мягко говоря, обрадовали. На секундочку, коммунальные платежи, вот именно за всю квартиру, за эту студию, за всё, даже учитывая, что она сдаётся, коммунальные платежи составляют без малого всего лишь 10 тысяч с отоплением, и 5 тысяч без отопления. Это капля в море. Здесь очень удобно сделали, что бассейн сделали по пропускам. В общем, бассейн на территории есть, но если ты не хочешь им пользоваться, например, как я не пользуюсь, смысл мне за него платить каждый месяц, если я им не пользуюсь. Вот здесь сделали именно так. Не пользуешься бассейном? Да, ради бога, всё, ради бога. Можешь просто жить, как в обычном доме. Ну, а если хочешь пользоваться, конечно же, просто пошёл и за бассейн, например, заплатил. Когда, например, погода плохая, хочешь, не хочешь, возьмёшь, да, заплатишь. Вот как бы так. 38 миллионов, ну, опять же, это можно понимать, что это как готовый бизнес под ключ, по большому счёту. И просто, знаете, удобно, если кто-то покупает для себя квартиру. Ну, что за 38? Ну, возьмёте 78 квадратных метров, возьмёте, к примеру, в острове мечты. Ну, возьмёте в однокомнатную квартиру, к примеру, 1, там, плюс 1, где-нибудь на Первомайской 21, я вот это недавно снимал. Особо сильно не, ну, как бы не загнаться здесь. А вот здесь именно этот вариант, когда вы просто берёте, например, вот для себя, например, например, вы там родители, вы спокойно живёте, может быть, даже 90% случаев вас такая планировка устроит. Вот у вас есть кухня, где можно посидеть спокойно. Есть, наверное, вот здесь можно убрать, здесь, например, будет тот же самый зал, просто зал отдельно получается, да, чтобы там не вонял, ничего. Вот он зал. И, соответственно, вот у нас отдельно получается ваша спальня. Спальня, в принципе, нормальная. Она не маленькая, она хорошая, нормальная, полноценная спальня. А, например, приехали к вам детишки, да, чтобы они вас особо сильно не напрягали, ну, бывает же такое, да, чтобы не напрягали, они берут спокойно, останавливаются вот здесь, да. Вроде бы вы посидели все вместе, вроде бы всё хорошо, а ночуют они у себя. Это большой и огромный плюс. Но, опять же, вот именно для родителей, вот именно вот этот вариант гораздо удобнее, да, как бы что-то не переступать там, тем более, если кто-то больные ноги и так далее. Ну, для меня, кстати, эта тема актуальна. Вот этот вариант прям, я считаю, интересный. 38 миллионов, кто-то скажет, Макс Дорг, говорят, ребят, это дешевле, чем 400 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, ребят, тут 92 квадратных метра. При желании можно эту квартиру объединить. Вы даже черновые варианты здесь не сможете взять в этом размере. Вы понимаете? Даже черновые варианты вы здесь не возьмёте. Давайте мы для интереса с вами посмотрим, да, ту же самую Caravello Португалия. Под чём здесь что предлагается? Просто для интереса, да, Caravello Португалия. Давайте попробуем посмотреть, какие здесь варианты есть. Давайте попробуем посмотреть сразу побольше варианты. Значит так, здесь у нас нет. Давайте ещё посмотрим шестой литер соседний. Тоже уже нет ничего. Посмотрим литер второй. Тоже особо ничего и нет. Просто давайте посмотрим литер девятый. Тут у нас закрытые все продажи. Давайте посмотрим литер четвёртый. 63 квадратных метра, черновая, 23 миллиона рублей. 23 миллиона рублей, черновая. Ладно, давайте посмотрим ещё варианты. Может быть здесь что-то ещё посмотрим. Ну-ка. Значит так. 38 квадратных метров, 15 миллионов рублей. 42 квадратных метра, 367 за квадратный метр. Ну-ка. Литер три. Блин, реально недооценён объект. Ценник более чем адекватный. И самое интересное, здесь больших квартир в продаже нет. Чего-то большие квартиры раскупили в первую очередь. Потому что маленькие квартиры есть везде. И конкуренция большая. А вот по большим квартирам здесь особо вариантов-то и нет. Поэтому, исходя из этого, мы можем сделать с вами выводы. Квартира адекватная. Квартира будет пользоваться спросом. И в этой цене, а здесь цена соответственно, на секундочку, это меньше чем 400 тысяч рублей за квадратный метр. Это ремонт техникой мебель. Это всё-таки считается видовая сторона. Потому что есть у нас ещё не видовые. А это всё-таки видовая сторона. Там, в принципе, почти везде у нас вид на море присутствует. Куда же без этого? Ну, давайте ещё раз покажу. Да, вот она. Везде у нас вид на море. В конце концов, есть. Вот она, да. Вид на море, на детскую площадочку и всё. Поэтому, как бы, эти квартиры, априори, они, как бы, ценятся дороже. Поэтому здесь тишина и спокойствие. Здесь ничего не раздражает. И данная цена, я думаю, более чем адекватна. В общем, ребят, если вдруг понравилась данная квартира, обращаемся. Также можно её отдать. Вот я познакомился с девочкой, с Ольгой, которая возьмёт её в доверительное управление. Вот эта часть сдавалась за 8,5, а соседняя сдавалась за 5 тысяч в сутки. Соответственно, мы можем сделать выводы, сколько. Хотя, говорит, мы уверены, что на следующий год можно эту часть сдавать за 10 тысяч, а тут сдавать за 6 тысяч. Вот, как бы, так. На этом с вами прощаюсь. Всем добра и пока. Да, кстати, ещё забыл показать. Принцип подъезда. Да нормально, всё хорошо. Везде видеонаблюдение. Всё, в принципе, цивильно. Ну и, конечно же, есть общая территория. В целом, как бы, всё прям хорошо получилось. Во всяком случае, никакого негатива я здесь не испытал. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Я не ожидал, что мне понравится. Вот этот бы комплекс, такая бы квартира, да, в центре Сочи, ну, во всяком случае, для меня бы в центре Сочи, было бы реально круто. Поэтому очень понравилось. Не знаю, что у нас получится, но очень понравилось. Продолжение следует...